В последнее время все чаще появляются новости о вспышках кори в разных регионах России. В некоторых из них зарегистрированы единичные случаи, а где-то несколько десятков. По оценкам медиков, вероятность заразиться почти 100%, если человек не болел ранее и не привит. К тому же корь – это болезнь, от которой нет лекарства. Корь – это острое, высоко заразное инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом. На протяжении многих веков из-за высокой смертности корь считалась самым опасным заболеванием детского возраста. До введения противокоревой вакцины в 1963 году и широкого распространения вакцинации крупные эпидемии кори происходили каждые 2-3 года. Ежегодно насчитывалось более 2 миллионов случаев смерти от данной инфекции. В России от кори умирал каждый четвертый ребенок, что дало повод назвать данное заболевание детской чумой. Если раньше корь считалась детской болезнью, то сегодня она распространена и среди взрослого населения. В 21 веке на долю взрослых приходится более 80% случаев заболевания. Это те люди, которых болезнь обошла в детстве или у них не выработался стойкий иммунитет после перенесенного заболевания либо вакцинации. За последние десятилетия заболеваемость корью в мире снизилась в сотни раз благодаря проведению вакцинации. Однако случаи этой быстро распространяющейся инфекции продолжают регистрироваться повсеместно, в том числе и в нашей стране. За период с 2000 по 2017 годы вакцинация привела к снижению глобальной смертности от кори на 80%. Однако, несмотря на это, в 2017 году корь забрала жизни 110 тысяч человек во всем мире. Большинство из них – дети в возрасте до 5 лет. Возбудителем кори является вирус из семейства парамиксовирусов. Во внешней среде неустойчив, погибает от солнечного света при нагревании до температуры 50 градусов. Однако, хорошо выживает при низких температурах. Вирус способен сохраняться при комнатной температуре 1-2 дня. При охлаждении остается активным несколько недель. Резервуаром и источником инфекции является больной человек. В случае заболевания у животных не зарегистрировано. Выделение вируса больным начинается с 1-2 дня инкубационного периода. Продолжается весь период высыпаний и заканчивается на протяжении 4 дней периода высыпаний. В некоторых случаях время заразности затягивается до 10 дней с момента появления сыпи. Бессимптомного носительства кори не отмечается. Передается вирус кори воздушно-капельным путем. Ввиду слабой устойчивости контакт на бытовой путь передачи исключается. При заражении кори беременной женщины возможен трансплацентарный путь передачи. Люди крайне восприимчивы кори. После перенесения сохраняется пожизненный иммунитет. Пик заболеваемости приходится на зимний-весенний период. Реже всего регистрируются случаи в августе-сентябре. Чтобы заболеть кори необязательно тесный контакт с больным. Например, приход к нему в гости или нахождение рядом в общественном транспорте. Вирус с легкостью преодолевает расстояние в несколько десятков метров с током воздуха. К примеру, по лестничным пролетам или вентиляционной системе. Вирус проникает в организм через слизистую оболочку дыхательных путей и конъюнктиву. Он питает особое пристрастие к клеткам дыхательной системы, кишечника и, что важно, к клеткам центральной нервной системы. Инкубационный период в среднем 21 день. От момента заражения до появления первых симптомов в основном проходит от 8 до 12 дней. В некоторых случаях этот период удлиняется до 28. Типичное течение кори проходит с последовательной сменой трех этапов. Катаральный – период высыпания и выздоровления. В начале заболевания появляются симптомы, похожие на простудные. Общее недомогание, слабость, головная боль, интоксикация. Типичен внешний вид заболевшего. Годутловатое лицо, покрасневшие слезящиеся глаза. Возникает светобоязнь. Больного беспокоят насморк и сухой кашель. Температура тела повышается до 39-40 градусов и плохо поддается жаропонижающим мероприятиям. Голос становится осипшим. Развивается конъюнктивит. У детей симптомы интоксикации более сглажены. У взрослых катаральные признаки слабее выражены, но имеет место воспаление шейных лимфатических узлов. Легкие дыхания становятся жестким. Появляются сухие хрипы. Иногда заболевания сопровождаются послаблением кишечной деятельности, тошнотой, рвотой и сжогой. На слизистой оболочке щек появляются белесоватое высыпание. Как правило, при появлении сыпи эти пятна исчезают. Но у взрослых могут сохраняться в течение первых дней периода высыпаний. Затем с 4-5 дня от начала болезни отмечается поэтапное распространение сыпи. Сыпь вначале появляется на волосистой части головы, потом распространяется на шею, лицо. Далее переходит на туловище и плечи. И последний сыпь появляется на конечностях. В этот момент сыпь на лице начинает бледнеть. Такая последовательность высыпания является характерной для корей и является хорошим признаком для дифференциальной диагностики. Сыпь у взрослых более выражена, чем у детей. В периоде высыпаний усиливается катаральная симптоматика и явление интоксикации. Выздоровление наступает спустя 7-10 дней после начала заболевания. У взрослых продолжительность заболевания может быть более длительной. Симптомы стихают, температура нормализуется, сыпь становится светло-коричневой и исчезает спустя 5-7 дней, оставляя на своем месте шелушение, особенно выраженное на лице. Корь может протекать также в атипичной форме. Возможны случаи заболевания у привитых, либо у ранее перенесших корь при снижении поствакцинального иммунитета. Заболевание протекает сравнительно легко. Отличается оно более продолжительным инкубационным периодом, менее выраженными симптомами интоксикации. Но отмечается типичная для кори сыпь, которая может появиться либо сразу на всех участках тела, либо в обратной последовательности, то есть начиная с рук и ног. Еще одной типичной формой кори является абортивная корь. Начало ее такое же, как и в обычных случаях, но симптомы начинают стихать спустя 1-2 дня от момента заболевания. Сыпь распространяется на лице и туловище, после чего исчезает. Лихорадка при абортивной форме обычно появляется лишь в первый день высыпаний. Корь чаще всего осложняется бактериальной инфекцией. У детей раннего возраста возникающие ларингиты и бронхиты могут приводить к удушью, угрожающему жизни. Иногда отмечаются стоматиты. У взрослых кори может способствовать развитию менингитов, менингоэнцефалитов, полиневритов. Может приводить к слепоте и глухоте. Редкое, но довольно опасное осложнение – коревой энцефалит, который зачастую приводит к смерти. Диагностика кори успешно осуществляется на основании клинических проявлений. При подозрении на воспаление легких делается рентгенография. При развитии неврологических осложнений пациенту показана консультация невропатолога и проведение дополнительных обследований. Какого-либо специального лечения, направленного против вируса кори, не существует. Тяжелые осложнения можно уменьшить при поддерживающем лечении, которое обеспечивает хорошее питание, восполнение потери жидкости специальными растворами для питья. Эти растворы возмещают жидкость и другие важные микроэлементы, которые теряются при рвоте и диарее. Для лечения глазных и ушных инфекций и пневмонии назначаются антибиотики. Все люди, которым поставлен диагноз кори, должны получить 2 дозы добавки витамина А с интервалом в 72 часа. Это лечение позволяет восстановить низкие уровни содержания витамина, наблюдаемые во время болезни, и может помочь предотвратить поражение глаз и слепоту и глухоту. К тому же, как показывает практика, добавки витамина А способствуют уменьшению числа случаев смерти. Изоляция больных продолжается до 10 дней. Ограничение контакта с непривитыми и неболевшими до 21 дня с начала заболевания или контакта. Неосложненно протекающая корь заканчивается полным выздоровлением. Косметических дефектов сыпь после себя не оставляет. Неблагоприятным прогноз становится в случае возникновения осложнений. Одной из главных причин распространения кори в наше время является пренебрежение вакцинации, а это единственная эффективная защита от опасного заболевания. Специфическая профилактика кори заключается в плановой вакцинации населения живой коревой вакциной. Первую вакцинацию против кори производят детям в 12-15 месяцев. Повторная вакцинация производится в 6 лет, согласно календарю профилактических прививок. Также прививка делается контактным лицам, которые не болели или не были привиты, но не позднее, чем через 72 часа после контакта с больным. У непривитого человека, контактирующего с больным корью, заболевание развивается в 90% случаев. Из всего сказанного следует вывод, что самый лучший и безопасный способ предотвращения заболевания – это сделанная вовремя прививка. Вакцина является безопасной и используется уже на протяжении 50 лет. Противокоревую вакцину часто объединяют с вакцинами против краснухи и свинки в странах, где данные заболевания распространены. Они одинаково безопасны как в виде моновакцины, так и в комбинированном виде. Эффективность вакцины в предотвращении кори очень высока и составляет около 97%. У тех немногочисленных людей, которые получили прививку и тем не менее заболели корью, заболевание проходит в легкой форме по сравнению с людьми, которые не прививались. Регулярная противокоревая вакцинация детей в сочетании с компаниями массовой иммунизации в странах с высокими показателями заболеваемости и смертности являются основными стратегиями общественного здравоохранения, направленными на уменьшение глобальной смертности от кори. В настоящее время в нашем городе планируется вакцинация тех людей, которые не были привиты по каким-либо причинам ранее. Медики напоминают, прививка начинает действовать со срока примерно от двух недель с момента вакцинации и продолжает защищать человека от опасного заболевания десятки лет после ее проведения. Новости телеканала Луч.